Екатерина Шельпук, педагог-психолог 27-й Брестской школы. Одна из порядка семи десятков молодых специалистов, которые пришли на специальное мероприятие, организованное администрацией Ленинского района. Девушка уверена информацией о правах, обязанностях и гарантиях. Для тех, кто только-только начинает трудовой путь, лишней точно не будет. Нам уже посвятили немного узнать о своих правах и обязанностях, чего мы можем, чего не можем, чего полагается. Нам как бы немного рассказывается, но не совсем подробно, как хотелось бы, но что мы имеем право. То есть, в частности, мы опять имеем право на существование и должны быть? Да, я думаю, да. Согласно с мнением Екатерины и другие участники встречи, к слову, вопреки расхожему стереотипу, они в самом большом трудолюбии современной молодежи, юноши и девушке, с которыми удалось пообщаться нашей съемочной группе, о своей работе рассказывали с удовольствием, а также делились планами на будущее. И они, эти самые планы, связаны с той деятельностью, которой занимаются ребята в настоящий момент. Мне очень нравится моя профессия. Я совершенно не жалею о сделанном выборе. Мне очень нравится. Бывает, конечно, по-разному. В каждой профессии есть свои сложности, но я не жалею о сделанном выборе. Я вполне ожидал, куда я попаду, поэтому у нас выбор небольшой. Поэтому после практики я, в принципе, вполне представлял. Эмоции? Нормально. По графику обслуживаем, поддерживаем исправное состояние устройств, светофоры, переездная сигнализация, стрелочные электропривода. У нас на предприятии есть много возможностей для росток. Такие встречи представители местной вертикали власти проводят регулярно. Их основная цель – помочь новобранцам трудовых рядов быстрее адаптироваться. Им нужно понять, что они нужны в городе, они нужны в районе, они нужны на предприятии. Это тоже очень важно. И когда я с ними общаюсь, они именно на это делают упор. Потому что, приходя на предприятие, очень многое еще зависит от руководителя. Кто-то где-то найдет время поговорить, кто-то, может быть, на это смотрит более так приземленно. И мы ставим перед собой именно такую встречу, пригласить их и сказать, что их приход в город, в данном случае в Ленинский район, – это очень важная веха. В том плане, что перед ними стоят определенные задачи, что они должны влиться, будем говорить так, в жизнь города и решать те проблемы, которые существуют. Мы всегда настраиваем наших председателей профсоюзных комитетов, чтобы в первую очередь были такие встречи с молодыми специалистами, чтобы рассказали о традициях предприятия, о возможностях обращения профсоюзных комитетов по любым вопросам, сложным, житейским, где они всегда найдут консультацию, помощь реальную. Для чего это делается? Чтобы прошел быстрее период адаптации молодого специалиста, чтобы он влился в коллектив работников, чувствовал себя комфортно в коллективе. О решении жилищного вопроса и функционировании Совета лидеров о льготном кредитовании и подготовке города над Бугом к большому юбилею. Темы на встречу поднимались разнообразные. Молодежь, как наиболее активная, мобильная и прогрессивная часть общества в жизнь района, города и области должна быть включена максимально, чтобы Брест мог по праву считаться городом молодым, несмотря на тысячелетний юбилей.